Теперь переходим туда, где все-таки это. Спасибо, Николаевич, я не ожидал такой поддержки. Это мне два человека прислали ролики, это ваш ролик. Я не ожидал, я очень-очень доволен и очень рад. Поехали читать, смотрим. Найти бы здесь эта реплика, который задал вопрос, а не то и даме. Интересно, здесь ответ Александр Александрович. Ну вот потом посмотрят, наверное. Не каждый же день можно располагать с собой, то есть еще 3 часа тратить. Поехали. Здравствуйте. Брат Юрий, здравствуйте. Виноградов здравия. Ирина Алтай, добрый вечер. Ильдар, здравствуйте. Жабалдину, всем садоводам здоровья. Спасибо, вот этот фильм Песоцкого про обрезку. Это вы мне прислали, помогли. Так. Бухтияров, привет. Алтай, Семен, всем привет. Евгений, доброго дня всем. Арсенков Сарова, чуть не опоздался. Привет, скорая весна. Учитель здоровья, терпения, свиньи, всем привет. Семен, Алтай. Урбанизация, переселение остатков населения крупного города. Вот в ближайшие годы село выбирает и считает. Я не знаю, как получается, что-то дороже, что ли. Ведь это же как нас соберут в воде. Знаете, когда-то это было. Появились новые ловушки от мышей и от крыс. Вот, мне понравилось. Это была, ну, газета, которая называется, самая популярная была, литературная газета. А, или это крокодили было. Там был, значит, человек взял и напечатал крокодили или в той газете инструкцию по уничтожению в ушей. И так, там, получается, чем-то заманиваются они. Потом ход уже-уже-уже, и вот они попадают в мешок. Ну, там едят, там все вкусно в этом мешке. Потом приходит хозяин, отсоединяет мешок от этого, от металлической части. Вот. Ну, там, типа того, что зайти может, а выйти не может. Все, ходите, никого не выпускать. И вот они, все мыши оказываются в мешке. А потом, что возмутило автора вот эта вот статья, где он привел вот эту инструкцию. А это все, держите за столе. В инструкции было написано. Берем мешок в одну руку, ну, в узкое место, подходим к стене дома и со всего размаху бьем, 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 пока все мыши не передохнут. Ну, вы же понимаете, что его возмутило такое, ну, как бы сказать, сильно жестокое отношение к мышам. Вот. А люди вроде меня просто посмеялись. Ну, согласитесь, смешно, да? Вот. А теперь я вижу вот эти самые дома. Вот они. Вот. И я вижу, что эти ловушки. Видите, как легко нас будет уничтожить. Зима. Отопления нет. Э, вспышка на солнце. Ракеты. Вы знаете, что это? Это же так просто. Надо всего лишь раздолбить электростанцию. Так, нет? Тепловые гидро раздолбили. На улице минус двадцать, минус тридцать. Город выбирает. У вас грустный разговор. Ну, там почти не о чем говорить. Вы же видели, так было написано. У вас должен быть ружье, два, три, запас патронов. Почему? Сотни тысяч миллионов горожан рванут в деревню. Почему? Дом отопить невозможно. Вот эти деревья, которые вы видите, они сожгут за течение одного-двух суток. Просто сперят и все, они исчезнут. Дальше, извините, Чернобыльскую ГЭС, вспоминаем, нет? Чернобыль. Люди, которые оказались в зоне заражения, они кому-то были нужны? А? Ну-ка. Вот. И тогда получается, что миллионы горожан хлынут в деревни. Ну, хорошо, кто-то сел за руль ищет. Ну, естественно, бензина может не хватить. Пешком пройдет 100-200 километров, потому что там у него, может быть, свой дейсдом. Но когда он придет в свой дом, который был брошен на зелу, ну, не брошен, закрыт там на замок, сторож-не сторож, вот, он увидит, что он уже занят. Вот. И его туда еще не пустят. Вот и все. Вот. Миллионы людей просто-напросто останутся без средств существования, без крышной земли. где-то... Ой, как говорят, у вас в Сибири спокойненько. Да, спокойненько. Вот. Не будет в городской квартире этого самого. Тепла я моментально оказываюсь вот тут вот. Вот. А потом... А потом... Ее уже так было. А вы знаете, были времена, когда не было денег даже на это, даже на дрова. Вот. Это герои, ребенка. Это наше, этот... Это наше, это... Отопление. Вот он. Я ничего не преувеличил. Всяком жизни бывает. Итак, дом деревни. Вот. Желательно подальше от цивилизации. Желательно иметь запасы. И прочее, и прочее, и прочее. Я все это говорю вполне серьезно. Настолько хрупкий мир. Это надо не видеть, что рядом творится, чтобы вот так спокойно жить. Вот так вот. Не видеть, что рядом творится, чтобы так спокойно жить. Вот так вот. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вебинар. Читаем дальше. Колесников. Антон, привет. Доброго вечера. Сергей Чусовской. Здравствуйте, подскажите, сколько лет себе на груши в своих сохранях схожих? Я хранил три года, а дальше не знаю. Просто это не приходилось. А никаким литературным данным я не верю. Три года. Так. А, кстати, а нет, мне, Богу, не дожить, что проверить. Четвертый, пятый. Чуть не сказал, проверю. Ага, жизнь-то кончается. Киричихина. Добрый вечер. Ухтияров. Скажите, что означает цифры, что нужно знать. А я продюрировал дерево, чтобы не путать. Подошел к этому дереву. Вот. Сын Мазур, что номер один с него собрал. А там видели фотографии, они все разные. Вот смотрите, косточки были все от папы-патриарха. Любой-то назвать папа-мама. Он уже и мужское, и женское одновременно. Вот. И туда получается, что должны быть одинаковые. А это же получилось и у Ваулина. У директора института, который в моей сеции довел заплодушение. И оказалось, все разные. И у меня все разные. А у каталоги вот они. А именно вот, мало того, я говорю, если там у меня было, он, наверное, самый сладкий. И в следующий год он уже не был, самый сладкий. Сладкость перешла к другому. А это нормально. Вот. Как Бог ответил. Ты проозначаешь, что деревья пронумированы. На Алтае абрикосы цветут, когда в заморозке билиусусик, еще завязываются. А вот в начале июня, от ураганной ветра теряется проценту плодиков. И каждый год одна и та же проблема. Ну, что я скажу. Ирина, это вы еще благодат украинские жизни. Это мы вам тоже завязывать. Семенов, тоже Алтай. Скажите, а персик перезимует, если бы просто укрыть все снегом с головой? Конечно, перезимует. Но я один раз потерял, соприл у меня под снегом персик, а кимский ранний до сих пор жалею. До сих пор. Потому что больше я его не нашел. Вот. А ходить, идти на рынок, говорить, продайте мне саженец персика, извините, дураков нет. Вот. Поэтому я делаю не так, и не вас советую. Должна быть воздушная, просто укрыть. То, что можно сделать так, что особенно молодые деревья, они самые беззащитные. Положил на бок, и какие-то делал, показывал специально. Коля убил, тряпка, которую я называю стеклоткань, поверх Коля, и получается там потом снег сверху, и он не давит, не давит, но сам саженец. Вот и все. А вот если не прослойка, значит и сопреть. И все равно там тепло. Так. Идем дальше. Валерий Константинович, вы как-то упоминали, что садили абрикос на холм парами, сколько на расстоянии друг друга между ними парами. Идеи такого не было. Чего? Такого? А, не так. Нет, не было. Единственное, у меня бывало вот такое расстояние, полметра, метр, это, они росли по принципу, это плодопитомник, и, которые мне интересовали больше, я их оставлял навсегда. А это значит, никакой планировки. Между этими пять метров, а между этими метр. Но тогда, тогда не было этих, когда питомников, у меня холмов не было, и гряз не было, искусственных. Поэтому, то, что я упоминал, может быть, мы не поняли друг друга. Так, сколько допускается? Ну, у меня баллы, между ними, на метр растут, ну, что их делать? Все равно растут. И шай друг другу, но растут, ничего страшного. Лобасова, добрый вечер. У вас, иду есть, яблони богатырь. Так, яблони богатырь, у меня погибла. Вот такие дела, братцы. Она погибла, у меня, в прошлом году. Вот, виноват я сам. Я давал ее корнать, то есть, я с нее брал веточки, и, видите, не хватает денег. Я еще резал, душа болела. А в Сибири, так густо резать нельзя. Теперь у меня одет яблони богатырь. Шикарные яблони. Вот, ну, испортили мне настроение и себе. Так, Валерий Константинович, какого сорта груша хорошо болеется между собой по срокам сведения. У меня принцип такой, чего, хоть, чего больше, сосисок или котлет. И того побольше, и того побольше. Я знаю. Принцип один. Как можно больше сортов. Тогда проблем с болением, а значит, с врагом не будет. Не будет. Поэтому никогда не зацикливайтесь. Продайте мне три консточки, мне больше, мне три дня, мне больше не надо. Вот этот принцип, он, когда возобладает, даже если они из трех, одна, две, а то и три, пойдет рост, и даже это не характерит урожай. Ну что, друзья, закончили. Как сегодня я выдал. Вместо того, чтобы это самое. А потом опять будет очень много негатива. Вот. А теперь есть этот самый. Смотрите, Александр Николаевич, вот с этой вот схемой. А пускай теперь, теперь будет пускай, вот, вот он, его работа. Вот пускай теперь его это воспитывает. А, некоторые, вообще, надоело меня воспитывать. Теперь вот он. Вот. Так что, будем держаться вот теперь вместе. Спина к спине. Ну что, друзья, вы закончили. Вот. Если много, потом, может быть, чуть позже кто-то что-то напишет, но нам надо заканчивать. Я тут смотрел чей-то фильм. Я устал. Устал через полтора часа. Ну а как же вы и смотрят? Я через полтора часа устал смотреть этот фильм. А тут два с половиной часа. Все, 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 заканчиваю. Давайте до лучших времен. Фотографию я показывал. Тренировка косточки, пожалуйста. Косточки сухие. Запасом, пожалуйста. Для лечения, пожалуйста. Все, пожалуйста. Чередки почти все есть. Вот. Выбор уже не знаю. У Сергея и Татьяны ее шки сажаются, заканчиваются. Выбора нет. Теперь куда вы денетесь? Теперь хотите не терять год? Давайте ко мне с лакосочками. Вот. Я там сами не знаю. Поговорите с соседями. Всегда есть на вашей улице авторитет. Вот. На что посадить? Натерть на сливу, вишню, вот. Грушу на яблони. Грушу на яблони, яблони на грушу. Вот. Персики на щелку, на любой косточке. И так далее, и так далее. Вот. У одного соседа, у другого. Объединяйтесь. Еще раз говорю. Хлопцы, вам до кучи. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин